МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем со второго, с вашей общественной работы. Президент Российской ассоциации страховщиков жизни. Это предполагает, что страховщиков жизни у нас много. Следовательно, услуга это востребованная. Страховщиков жизни у нас не так много. У нас на рынке работает 40 компаний. Из них наиболее активно порядка 20. И услуга, конечно, становится все более и более востребованной. Но это является результатом работы самих страховых компаний. На самом деле, если вспомнить времена Советского Союза, то когда Советский Союз распался, действовало более 50 миллионов страховых полисов. И, конечно, в 90-е годы страховая культура была немножко потеряна. Но вот сейчас шаг за шагом вместе с коллегами мы ее восстанавливаем. Почему это так важно? Мы занимаемся тем, что мы называем долгосрочное страхование жизни. Сегодня, как никогда, эта услуга важна. Потому что, если мы посмотрим даже на цивилизованные западные страны, то сегодня гражданин любой западной страны не может себе позволить без страховой программы. Три вещи. Он не может себе позволить уйти из жизни слишком рано. Потому что у всех у нас есть дети, семьи, люди, которые от нас зависят. Человек не может себе позволить без страховой программы жить слишком долго. Потому что государственные пенсионные пособия во многих странах не способны обеспечить тот уровень жизни, к которому человек привык. И мы не можем себе позволить серьезно заболеть, не имея страховой защиты. Потому что сегодняшнее здравоохранение может творить чудеса, но это стоит денег. Ну, вообще-то здоровье – это дорогое удовольствие. В России, Вы сказали, в последнее время становится все больше и больше желающих застраховать свою жизнь. Чем люди, что движет людьми? Чувство ответственности или чувство страха? Ну, все зависит от человека, на самом деле. Мы работаем прежде всего через финансовых консультантов. Потому что страховая услуга не продается в магазинах, тем более по радио, по телевизору. Для того, чтобы человек вместе с консультантом построил свой финансовый план на ближайшие 10-15 лет, конечно, нужна встреча. И на этой встрече, как правило, мы говорим о тех вещах, о которых я только что сказал. И в некоторых случаях движет страх, особенно когда мы приближаемся к серьезному возрасту. Но в большинстве случаев все-таки люди думают, прежде всего, подходят к своей жизни ответственно. Особенно те, у кого есть семьи, дети. Потому что вот из нашего опыта детские программы наиболее востребованы среди всех страховых программ. Александр Михайлович, Вы упомянули об институте финансовых консультантов. В целом на рынке пока мы ощущаем явный недостаток хорошо подготовленных финансовых консультантов. Потому что наша программа требует определенного юридического образования, экономического, финансового и даже медицинского. Потому что они включают в себя все эти элементы. Но это не значит, не нужно бояться, это не значит, что профессия доступна только ограниченному количеству людей. Вовсе нет. Мы внутри компании организовали вот такую школу обучения финансовых консультантов, где в течение первых шести месяцев работы мы больше вкладываем в людей и пытаемся именно сделать образцового финансового консультанта. Сегодня в Чебоксарах, например, у нас работает 45 человек. Нам кажется, что это хороший коллектив, но пока недостаточно для такого большого города. В наши ближайшие планы на три года мы хотим как минимум удвоить количество наших финансовых консультантов. Поэтому двери нашей компании открыты. 20 лет на страховом рынке в России, вот вы сами сказали, достаточно серьезный убедительный срок. Особенно если вспомнить время, в которое это все начиналось, это 90-е годы, достаточно сложное. Каким образом удалось так прочно закрепиться и за счет чего вы обходите конкурентов? Ну, я бы не хотел говорить о том, что мы лучше или хуже конкурентов. Что нам позволило закрепиться? Наверное, самое главное, что должна иметь компания – долгосрочную стратегию. Компания должна понимать, что она хочет делать на рынке. И должна последовательно следовать этой стратегии. Что, в принципе, мы и делали. Конечно, страховая компания, как любая, на самом деле, финансовая организация, единственная возможность долго работать на рынке и действительно быть успешной – это честно и последовательно выполнять все свои обязательства по отношению к клиенту. Именно поэтому Медлайф в мире существует уже 145 лет. И мы живем и существуем, пока мы выплачиваем деньги нашим клиентам. В прошлом году только наша компания в России выплатила 1,4 млрд страховых выплат в отношении наших клиентов. Причем это не только те выплаты, когда с клиентами происходят какие-то несчастные случаи или заболевания. У нас уже порядка 400 млн рублей только в прошлом году мы выплатили тем, кто открыл накопительные программы 10-15 лет назад. И сегодня люди получают свои накопления, которые они могут реализовать так, как они планировали 10-15 лет назад. Вы упомянули накопительные программы. Сколько всего программ у Медлайфа? Ну, опять же, я их даже не могу все пересчитать, потому что каждый год мы пытаемся создавать какие-то новые. Если линейка обновляется. Да, да, обновляется, конечно, потому что рынок изменяется, растут наши потребности, растут потребности наших клиентов, технологии меняются, да, как мы работаем. Сегодня, например, мы можем предоставлять нашим клиентам такой сервис, который был просто недоступен несколько лет назад. Например, сегодня тем клиентам, которые сталкиваются с серьезными заболеваниями по ряду наших программ, мы предоставляем такую услугу, как, это называется, второе мнение. Когда мы связываем через наших профессиональных медиков клиента с одним из ведущих иностранных медучреждений, профильных по тому заболеванию, которое есть у клиента, и получаем мнение по диагнозу и по лечению. То есть такое своеобразное консилиум, да? Конечно, конечно. Это входит в наши страховые программы, такая услуга. Очень интересно. Компания международная. В связи с последними событиями изменилось отношение к нашей стране. Вот каким-то образом это может отразиться на российских клиентах, застрахованных в Медлайфе? Ну, я думаю, во-первых, что отношение к стране не может так быстро поменяться. И как человек, который очень часто бывает за границей, я могу сказать, что все не так плохо, как нам кажется, на самом деле. Это во-первых. Во-вторых, ну, наша компания, хоть является и дочкой иностранной компании, но здесь работают наши российские сограждане. Да, у нас в компании нет ни одного иностранца, работающего в российской компании. И мы знаем и понимаем потребности наших клиентов. Поэтому мы не чувствуем, что вот сегодняшняя политическая ситуация как-то влияет на нашу работу. Насколько дочка финансово зависима от мамы? Мы абсолютно независимы от мамы на сегодняшний момент, потому что, начиная с 2002 года, наша компания работает в зоне прибыли, то, что называется. То есть мы самостоятельно генерируем прибыль, которую мы дальше инвестируем в развитие нашей компании. И на сегодня мы не только, так сказать, не нуждаемся в том, чтобы получать какую-то финансовую поддержку от наших акционеров, а наоборот, мы начали выплачивать дивиденды. Спасибо большое, Александр Михайлович, за очень интересный разговор. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был Александр Зарецкий, президент международной страховой компании «Медлайф» и президент Российской ассоциации страховщиков жизни. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.